В Минске прощаются с народным артистом Беларуси Александром Тихановичем. Заупокойная литургия и отпевание проходят в храме Александра Невского. Это место выбрано не случайно. Народный артист был не только прихожанином этой церкви, но и певчим. Сегодня здесь вся семья Александра Тихановича, его многочисленные коллеги по творческому цеху. Уже через полчаса в Белорусской государственной филармонии начнется гражданская панихида. Она продлится до двух дня. Народный артист Беларуси будет похоронен на Восточном кладбище, рядом с могилой отца. Александр был таким человеком широким. Он любил людей, всех. Он не смотрел, какой он хороший, плохой, не разбирался. Я его хорошо знала. Он приезжал к нам в деревню, когда была маленькая у него доченька Настенька. Они там растились. Очень большая утрата. Очень большая. Александр Тиханович без преувеличения был любим миллионами. Песни в его исполнении знают на всем постсоветском пространстве. Музыкант долгие годы работал в составе ансамбля «Веросы». Не меньшую популярность получил его дуэт с супругой Едвигой Поплавской. Александра Тихановича не стало на 65-м году жизни. Музыкант долгие годы работал в составе ансамбляжа «Жизнь. Прекрасный миг». Весь коллектив телекомпании «Столичное телевидение», с которой долгие годы сотрудничал народный артист, выражает соболезнования его родным и близким. К событиям в мире. Кровавая молитва. В Канаде неизвестно. Устроили стрельбу в мечети. Есть погибшие. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых в нападении. Уже известно, что в результате стрельбы погибли 6 человек. Еще около 10 получили ранения. Все это произошло в Квебеке, в Исламском культурном центре, который еще называют Большой мечетью. Стрельба здесь началась на первом этаже. В момент нападения в здании находились от 40 до 100 человек. Произошедшее уже названо терактом. В Малайзии продолжаются поиски утонувших туристов. До сих пор пропавшими числятся 6 человек. За минувшие дни спасателям удалось обнаружить 25 пассажиров прогулочного катамарана. Трое из них погибли. Поисковая бригада, несмотря на сильный ветер и волны, которые осложняют работу, делают все возможное для обнаружения пропавших без вести людей. Напомню, в субботу прогулочный катамаран, следовавший на известный туристический курорт, спустя 10 часов плавания перестал выходить на связь. Села шестерых подростков, найденных в Баварии, погибших в садовом домике обнаружила немецкая полиция. Выяснить причину гибели пока не удалось. Правоохранители считают, что подростки в ходе вечеринки отравились неустановленным веществом. Однако официального подтверждения этой версии нет. Признаков насильственной смерти также не обнаружено. К стражам правопорядка обратился отец двоих погибших. Он поднял тревогу после того, как дети не вернулись домой с вечеринки. Экс-премьер Франции Мануэль Вальс проиграл праймерис в соцпартии. Он уступил бывшему члену своего правительства, экс-министру образования Бенуа ОМОНу, выступающему за возврат к ценностям левого крыла партии. Согласно предварительным итогам, ОМОН набирает 59% голосов, вальс 41%. Однако, согласно опросам общественного мнения, ОМОН выйдет из президентской гонки уже в первом туре, который пройдет 23 апреля. Что дает шанс Эммануэлю Макрону завоевать голоса большой группы избирателей, которые не поддерживают ни левых, ни правых. В провинции Лимпопо львиный прайд устроил банкет прямо посреди дороги. Необычную сцену сняли на камеру автомобилисты из ЮАР. Порядка 18 хищных кошек в течение нескольких часов делили тушу убитого буйвола. Пока львы трапезничали, на автотрассе образовалась серьезная пробка. Однако больших кошек это мало волновало. Собственно, не обращали внимания они и на смельчаков, которые решились выйти из машин. Александра Шкарупина, телекомпания СТВ. Белорусские ученые на пути к ранней диагностике раковых опухолей. Разработка с помощью изучения спектра может с точностью определить, какое вещество живой или неживой природы находится перед ним. Эти исследования, что называется, на вес золота. И за рубежом такое устройство стоит около миллиона долларов. Наша технология обойдется в два раз дешевле. Есть характерные спектры, которые типичны для разного вида опухолей. Но самое-то интересное, что эти спектры можно выяснить по здоровым клеткам крови, которые как бы сигнализируют изменение своих характеристик спектральных, о том, что в организме где-то находится вот тот процесс, который называется новообразованием, вот этот опухолевый процесс. Прибор многофункциональный. На бытовом уровне можно, например, сканировать продукты питания и с точностью узнавать их состав. Но основное предназначение разработки – определять в крови наличие любых заболеваний. Опыты, в том числе и зарубежные, показали, что у каждой опухоли есть свой характерный спектр. Машина практически мгновенно выводит его на экран. Выставка «Гравюр к тысячелетию города» открылась в Бресте. Над небольшой экспозицией трудились юные художники. Все они участники первого графического пленера. На суд публики представили два десятка лучших работ. Они в деталях рассказывают о многовековой истории города, важных событиях и известных людях. Особое внимание художники-графики уделили периоду Великого княжества Литовского. Эстампная графика, печатная графика – это как раз вот в тему. Потому что любой печатный оттиск – это фактически любая иллюстрация для любой книги. Познавательная, научная, детская. Еще какая-то самая иллюстрация к литературным произведениям. Нынешняя экспозиция – это своего рода итог работы за год. В 2019-м к тысячелетию Бреста художники-графики обещают грандиозную выставку. На этом у меня пока все. Больше новостей найдете по адресу в интернете – ctv.by. Репортажи и эфирное видео в любое время доступны на YouTube-канале СТВ. О развитии событий в 13.30. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова